Я приехала сейчас в Энгельскую стоматологическую клинику. Я не знаю, если честно, на каком я остановилась в моменте, на чем я сейчас дальше вам рассказывала. Вот в эту клинику. Но это меня подружка записала. Сюда, Полтавская, 20, к стоматологу-хирургу. Посмотрим, что еще он скажет. В Энгельске, куда ни глянь, везде птички поют. Я сейчас Юльке звонила, она говорит, Настя, ты где? Опять на отдыхе, что ли, на каком-то? Я говорю, нет, я в Энгельсе. Реально здесь прямо зеленая зона. Здесь все так классно. Ну так вот, что мне врач сказал, что, блин, я все время забываю спросить, а что, интересно, это спровоцировало. То есть, вот что спровоцировало вот этот вот хруст? Чего? Какое-то же смещение все равно произошло? Ну так вот, он мне сказал, что, в принципе, ничего здесь делать нельзя. Нужно продолжить ортодонтическое лечение. И вот в результате ортодонтического лечения может потом эти щелчки прекратиться. Но это не факт. То есть, они могут и остаться. Врачей, которые занимаются у нас лечением дисфункции БНЧС в Саратове, нету. Как он сказал, единственное, можно сделать зоу, забыла, как называется. То есть, процедура, она делается в Третьей Советской платно. Там, как движется сустав, делаются снимки определенные. И потом с этими снимками нужно по направлению попасть будет в 9-ю клиническую больницу. И, собственно говоря, они там должны тоже какой-то поставить свой определенный диагноз. Что-то сказать по этому поводу. Ну, собственно говоря, и все. Про стопата я так спросила. Особо ничего они не знают, не слышали. Могут ли вправлять мануальщики там костоправы. Но, говорит, могут вправить так, что у вас там более серьезные проблемы будут, чем сейчас в данный момент хруст. Могут там шею свернуть, если будут делать как-то неаккуратно. Ну, и опять же, без всяких знаний. Строение человека, анатомии человека, да. Ну, короче, девчонки, не знаю. У меня голова идет кругом. Пока таких вот серьезных каких-то проблем нету. Прямо чтобы у меня там острые, сильнейшие какие-то боли были. Болит, но не критично. Еще порекомендовала сходить в свою местную стоматологию и взять направление на электрофорез. Вот, если есть какие-то боли. Собственно говоря, все. И этим самым ограничено лечение у нас в Саратове этого челюстно-лицевого сустава. Сегодня с утра еще дело цигун. Потому что тоже слышала, что есть хорошие результаты в целом по оздоровлению, по исцелению всего организма. Часовой такой ролик нашла. Мне прям очень понравился. Мне как-то после него даже чисто психологически полегчало. Ну, даже не знаю, куда дальше кидаться. К остеопату у меня завтра запись. Она немножко будет мне двигать тело, подвинет тело. Там работает с мышцами, с определенными. Раславит определенные мышцы. Зажимы в теле уберет. Но не знаю, как долго я к ней буду ходить, как долго я буду посещать. И, в принципе, мне стоматолог-хирург вот сейчас сказал, что продолжай ортодонтическое лечение. Потому что уже типа того ничего не сделаешь. Вот как-то так. Так что, девчонки, я призываю всех братьев по несчастью. У кого этот хрустит челюстно-лицевой сустав. Я знаю, что у некоторых и по 20 лет он хрустит. И ничего, как бы с этим люди живут. У меня у Юльки он хрустит уже давно. У кого-то хрустит-хрустит. Потом это приводит к более серьезным последствиям. Кто-то становится впоследствии инвалидом. У кого-то очень сильные боли появляются вообще везде-везде. Поэтому братья по несчастью, те, кто меня, возможно, смотрит, напишите действенные способы. Вы не там. Я где-то услышала, где-то там, да, с чьих-то слов. Где-то в интернете прочитала, потому что я много чего прочитала. Может быть, у вас есть, например, эти такие знакомые. Либо вы сами были в такой ситуации, что вам помогло. Что вас излечило, исцелило. И от чего вам полегчало. Делитесь своим опытом полезным. Да, я вам не сказала, что все одно к одному. У меня еще вдобавок сломался компьютер, ноутбук мой. То есть я монтировать могу, но у меня он перезагружается. То есть исчезают вот эти вот значки с поля, с нижнего, с панели инструментов. То есть он как бы перезагружается. Вот так вот, если какой-то проводник открываю, там, ну, где все содержимое, всех папок. Яндекс, по-моему, когда браузер открываю, тоже перезагрузка через каждые 30 секунд. И у меня все вылетает. Яндекс вылетает, проводник закрывается и так далее. Единственное, работает монтажная программа. Вот, завтра я повезу на ремонт. Если, не знаю, опять же, попаду или не попаду, повезу на ремонт ноутбук. В это время я оставлю, останусь без инструмента своего рабочего, потому что он у меня и для работы Фаберлик, и для работы блогерской, да. Но буду ремонтировать его. Не знаю, во сколько это мне выльется. Опять, какой же денежной суммы. Так что началась у меня такая не очень приятная полоса в жизни. Наверное, как и у многих, да, у некоторых. И, знаете, еще хочу сказать, что вот встречаясь, сталкиваясь с какими-то проблемами, я реально понимаю, что, ну, девчонки, когда есть здоровье, все остальные проблемы, они не проблемы. То есть вот, когда у тебя ничего не болит, это сказка. И не важно, что у вас, там, я не знаю, как-то с финансами проблемы, там, не столько денег, сколько вы хотите, и не хватает вам, там, на ваши какие-то, не знаю, сверхпотребности, да, на еду хватает, жилье, там есть крыша над головой. Очень важно здоровье иметь, потому что, когда нет здоровья, то, конечно же, все остальные проблемы на фоне этого меркнут. Делитесь своими, девчонки, периодами сейчас в жизни. Может быть, кому-то нужна какая-то помощь, поддержка, пишите в комментариях. Может быть, девчонки, живущие в других городах, тоже как-то смогут откликнуться, смогут помочь, смогут каким-то советом, может быть, поддерживающим словом как-то вас ободрить, ободрить. Пишите в комментариях, вот, потому что очень часто такое бывает. Почему я решилась об этом вообще так во всеуслышание рассказать, о том, что сейчас происходит в моей жизни, вот, что не самый такой лучший период. Обычно я бы, ну, скрывала это, если что-то там и случалось, там какие-то проблемы в личной жизни, я это не афишировала, узнавали только после, либо там задавали какие-то вопросы, почему этого нету, этого нету. Вот, я сама в себе это переживала, это мой такой, как бы, минус, скажем так, это то, с чем мне нужно работать, потому что я редко обращаюсь вообще к другим людям за помощью, за какое-то. И вот сейчас мне в данный момент действительно нужна помощь, слова какие-то поддержки, и плюс еще ко всему, возможно, есть у вас советы, да. Да, и еще хочу сказать, что очень часто можно видеть какую-то, ну, такую гламурную жизнь, рафинированную, как я называю, картинки в социальных сетях, когда мало кто-то делится, но это связано больше с тем, что боятся натолкнуться на какое-то осуждение, там, и на непрошенные советы, да, вот такие вот просто, да, вот ты дура, там, или еще что-то, и поэтому как-то, ну, стараются не делиться, да, какими-то своими не очень приятными, смотрите, какую бровь я приподняла, вот что значит делает пластика. Пластика, видите, лицом я стала на место, вот, и многие смотрят вот на эту картинку, то есть, как бы, спрос диктует предложение, да, и так как даже если девчонки рассказывают о каких-то проблемах в своей жизни, начинает укор какой-то, да, некий, и другие перестают просто рассказывать, что случается, и получается вот эти вот вылезанные кадры без каких-либо проблемных ситуаций в жизни, они попадают в социальную, там, в публичную жизнь, на такую, в общественную жизнь, и многие смотрят и думают, блин, как она классно живет, и вот живут же люди, да, и начинается вот эта вот зависть, то есть это провоцирует зависть, вот эта вот красивая картинная жизнь, она провоцирует зависть, но опять же, это все определяется спросом, то есть люди сами, других вот публичных людей, они как-то корят в том, что... Ну, сразу начинаю давать советы, я надеюсь, кто умный, тот поймет, о чем я сейчас веду речь, вот, хочу сейчас намонтировать, приехать побольше материала, у меня там на монтаже, сейчас поставлю нам сорведа ролик, потом я хочу немножко влогов, может быть, два влога успею смонтировать сегодня, чтобы хотя бы, вот на время, пока у меня не будет компьютера, не знаю, сколько займет ремонт, чтобы у меня хотя бы на канал какой-то материал был, потому что девчонке вообще не было настроения какое-то, либо я вообще была в сборе информации, то есть я собирала, читала очень много статей, рассмотрела видеоролики и действительно набиралась вот этого какой-то информации, что мне может помочь, и, собственно говоря, поэтому выпала немножко из жизни, действительно, когда у тебя там какая-то депрессия, плохое настроение, ничего не хочется делать, вот, я сейчас только что стала немножко приходить в себя, вот эта вот накопленная информация, она немножко у меня стала в голове вот так вот структурироваться, раскладываться по полочкам, поэтому я сегодня начала с цигуна, вот, и вот как-то так. Это уже следующий день, а иду я на пляж, с утра вам ничего не снимала, потому что, ну, у меня такой он был, бешеное утро, когда мне надо было отвезти быстренько компьютер, ноутбук у меня, оказывается, полетел жесткий диск, а сейчас его восстанавливают, не факт, что восстановят, ну, будет видно, что там получится. И у меня еще сильнее начал болеть этот мой челюстный лицевой сустав. Завтра иду к теопату и попрошу, чтобы голки она мне поставила. Еще хочу записаться на электрофорез. Народу опять полно, просто какое-то нереальное количество людей. Да, я еще сегодня на йоге была. И вот приехала домой, купила себе фруктиков немножко, решила прийти на пляж. Была я сейчас у другого остеопата. Крутили, вертели меня. Ну, как и в прошлый раз, уже чувствую, как подвигаются мышцы, челюсти, кости. Все везде перетягивает. Ну, короче, удовольствие еще то. Вот. Я хотя и жалуюсь как бы на жизнь, да, в каком-то плане в последних видеороликах, которые у меня уже давно не выходили. Мы сейчас, кстати, мне позвонили. Я позвонила, оказывается, готов мой ноутбук. Все работает, все нормально. Почистили его там от грязи, внутри от пыли, от капитоновских волос. И перекинул он систему. То есть он восстановил у меня диск С. За это я дам я 1800. Сейчас поеду его с дома забирать у мастера. В центре и делаю. Так что, девчонки, если кому-то контакты нужны, я по знакомству его нашла. Для меня важно было, чтобы, так как там очень много моих личных данных, естественно, там по блогерству, каких-то видеоролики. Ну, не хочу, чтобы это попало в читы руки, потом гуляла по интернету. Я очень надеюсь на его порядочность. Хотя, я думаю, в жизни может быть все, что угодно. Ну, так вот, тянули, вертели меня сейчас. Очень классно у меня атмосфера. Не знаю, насколько поможет. Будет видно. И, если честно, в таком состоянии сейчас нахожусь. Полудепрессивном, полу... Ну, не особо хорошее такое состояние у меня будет. Вот, поэтому оценить мне сложно качество работы. То есть, это, знаете, когда у тебя что-то там болит, и ты не знаешь, куда кидаться. Огромное количество информации, причем разное в интернете. Там, там, сям, пятое, десятое. Не знаешь, кто из них, какой из них тебе поможет специалист. Вот. Я знаю, что многие с этим также сталкивались. У кого проблемы, межпозвоночные грыжи. И, вот, люди, как могут, просто выкарабкиваются. И тоже голова прям кругом идет. Что, куда кидаться, какому врачу, к остеопату, к неврологу, к невропатологу. Там, я не знаю, куча разных врачей, стоматологу, хирургу, ортопеду и так далее. Вот. Собственно говоря, все. Сейчас зашла я в KFC. Там взяла все стриптики. И понравился мне. Хотя очень сладкий. Прям вот хоть сейчас заезжай куда-нибудь, покупая какую-нибудь водичку, чтобы разбавить. У них есть лимонад от шефа. Не буду его доставать. Барбарис. Он очень приторный прям. Так что сейчас вот буду кушать ее. Наверное, отъеду куда-нибудь от жары. И поем. А потом поеду к программисту. Ну, так вот, дорогое-то удовольствие лечения. Ну, по крайней мере, хотя бы есть деньги. У некоторых даже на лечение нет денег. Три тысячи отдала. Это второй мой остеопад уже. И второй сеанс. Три тысячи. Вот, смотрите. Барбарис взяла. И корылышки, стрипсы с сырным соусом. Просто сейчас перекушу. И поеду потом дальше по своим делам. Здесь меня вот этот дядюшка не остановит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Просто я вам ни диву не покажу этот купальник. У меня некому фотографировать. Поэтому вот так вот. Это я трусики оставила со своего старого с прошлого года. Вот этот купальник, кстати, очень прикольный. Мне понравился верх. Я взяла с моего нового пришедшего. Я пока вам видюшку не делала еще. Мне пришел заказ шина. У них очень классные купальники. Девчонки по ценам. Просто цена чисто символическая. Вот. А купальники выше всяких похвал. У них и... Ну, знаете, они вообще красивые, по сути, по своей. То есть офигенные, красивые купальники. И в первый мир добрые люди. Вот так вот я сейчас пойду туда. Прямо шортики одену. И вот в таком вот виде побегу на пляж. Я приехала, наконец-то забирала свой компьютер. Заехала еще в Киевси, купила там кое-какую вкусняшку себе. Потому что времени вообще нет готовить. И, собственно говоря, сейчас пойду на наш местный пляж. Вы, короче, понимаете уровень заполненности пляжа? Тут просто Анапа. Ну, а я здесь нашла себе огромное местечко. Здесь мало людей. Прямо самая концентрация, их вот там в самой глубине. Скоро. Чертые пляжи. Хочешь? Субтитры сделал DimaTorzok